Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешно номер 287 события дня первое послание Петра 4 27 стих впрочем близок всему конец 24 сентября 16 года вот повторение одного и того же выходит на большее число людей сохранилось свидетельство что перед окружением Иерусалима Веспасианом императором Рима в Иерусалиме появился некий человек под именем Иисус Ешуа который провозглашал горе вам всем горе вам всем а в последние дни стал говорить и мне горе вот это к этому относи можно вот про этого человека сколько написано сегодня и можете что не читали не смотрели это все ролики у него я буду просто прокручивать ничего больше не добавится впереди вы видите как мой этот ролик поставил чтобы сгинуть на веки плоды его злодейской деятельности зло натворимое это сотворенное им в россии для православной церкви не поддается охвату это грандиозный план в недрах црух или где-то у масонов рождается это засланец был послан ну а тут то своя не готовы были они ухватились миссионерские отделы начали создавать клеемить всех подряд секта 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 сектовед слово секта ему сказали тебя ума не требуется хиппи наркоман назвал налепили ему званий профессорских оказалось ничего этого нету ничего это обман любой обман заглотнул что означает это означает бездуховность нет духа божия где дух божий там сразу проявилась ну и день-два обманывал ну не двадцать лет еще не понимают и сразу нашлись люди которые будут говорить сектанты псевдо православные псевдо православные не с ним секта не нравится секта слово секта вмонтировано сегодня в мозги людей вот эти миссионерские отделы создавать кто их создавал христос может быть апостолы святые отцы каноны нигде ничего нету это дворкин дворкин это все сделала эти из подворотни в подвод будут забывать орать кричать хулить они ничего не понимают бесстрашие страха божия нету а что и ну потому что они отвергли слово божие вот есть такой сейчас я покажу пророк из иеремия некоторые говорят как бог никого не наказывает это люди сами то другое ну вот я открываю 15 главу 6 стих вот он ты оставил меня говорит господь отступил назад поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя я устал миловать я развеяваю их велом заворота земли решают детей гублю народ мой но они не возвращаются с путей своих вот так они не возвращаются могут они вернуться не могут а им некуда возвращаться люди не знают православие это стоят столбами ничего уже не понимают сарков на славянский язык поговорите с людьми не понимает никто и поют хористы которые не понимают куда бы ни пошли везде сейчас проповедь даже мусульман это здесь нет проповеди священник чтобы крестил правильно не будет почему-то неверующий ребенка крестить с полным погружением нет я утоплю его да ты погубил их тысячи поэтому рождение свыше нету водительства духом божием нету уже профессор смотрите как дуром свете все здесь есть ну и почему так вот антоний храповицкий об этом сказал посчитайте затормозите чтобы понятно было я вот хотел показать на события наш ресурс в моем мире заходите тут можно и в почту написать очень хороший ресурс на вконтакте одноклассников я не бываю хотя есть там страницы вот это православный наш форум во свете библии вот во свете библии вот она написана наш видеоканал открытым оком во свете библии я зарядил узнать если книги называется открытым оком нету нету в интернете в википедии нету а я взял это из книги чисел открытым оком туда эти слова взяты вот сегодня выставил что-то 4 обычный день обычно утра обычный вечер события вот тут главный ресурс у нас это сайт не форума сайт во свете библии так и называется и тут самое ценное 4124 ответа по темам 55 тем это огромный труд заложен 50 книг аудио насчитано моим голосом куда приглашать людей вот вчера мне пишет один наконец нашелся кто написал гимн сайту я спрашивал вас всех кто нас посещает здесь на нашем ю тубе на канале если где в интернете гимн посвященный определенному сайту вот так у нас во свете библии владимир мачально пишет где-то не было его музыка и слова мои аранжировка юрий иванович шевченко украина голос пожелал остаться неизвестности вот почему непонятно пусть бы вышел дальше игнатий тихон сейчас сейчас сильно заболела родители тоже помолитесь пожалуйста а она семье мачалины молимся дело божье и спаси нас всех христос видимо песни действительно получилось но все-таки кажется ее перепеть другим более мягким бокалом вот я вообще этого не понимаю вот он что говорит я попрошу откликнуть кто надо ли это делать может я и сам спою или попробую найти такой же как у меня вокал я вообще я бы хотел чтобы вы сами с виктором савченко и хором детей которые приезжают потеряевку записали ее где-нибудь в студии звукозаписи у вас в барнауле под минусовку которые я вам выслал основной вокал может быть и женский и мужской а припев хором детей например вообще не понимаю этого дети во первых разъезжаются да и петь не умеет и какая студия ничего этого считают не нужно или первый куплет поет мужской вокала 2 женский вокала 3 оба а мужской и женский а припев вместе хором здесь не видите какая забота как оказывается можно это специалист говорит я прошу отозвать все кто смотрит я сейчас снова дам прослушать надо ли это делать вот так наверное будет лучше всего и слова они спели по-своему у меня же в тексте по другому тут непонятно спели по-своему кто они непонятно слова они спели там поет один фраза для меня непонятно вот текст и музыка минусовка без голоса для записи тоже еще не было владимир в тексте может быть заменить православный на христианский бой там православный бой я ответил тут я не согласен все отлично ничего менять не нужно поет воодушевленно живо прекрасно мы же только испортим все храни вас бог снова отвечает да хорошо тогда после 10 октября по скайпу спаси христос эти как что-то непонятно как раз отсюда я взял из скайпа события события субботние в этот день мы работаем до 11 до 12 даже до пол 12 володя где в 11 затопляет бани я иду первые потом братья надежда васильного виктор тут идут в баню и готовимся отдыхаем богослужению вчера предупредили будто бы будет заморозок и мы привернулись скорее бегом переоделись и тыквы начали таскать на рвать еще удивительная фрукты ягод к ягодам вроде относят его или арбуз так ягодам овощ на катали сколько и нынче я сам садил тыкву в городе и говорят там тоже много уродилось но это у нас все приходят берут сколько надо там если господь благословит поужинали уже потемки совсем ребята в тележку и пошли собирать помидоры сегодня даже на улице еще не было 6 часов утра не были итог подводим вот события дня и сняли там о чем разговор был все они будут занятия я там покажу кое-какие приборы кастет кисти что такое некоторые не знают показать надо и вот вот эти библии а и и сомнения нет В Христовых пресветлых стопах На путь освещает лишь Библии свет В земных и небесных мирах Должны внести Слово Божие в сердца Всем людям планеты Земля Забытые строки с любовью Отца Мы сломим вновь правду Христа На свете Библии Поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами гиблыми В Христе едиными Идем мы православный бой На даль в грехах Забыв Божий страх Родители нынче в слезах Ты смело шагай И не унывай Другим на пути помогай С Христовом на пути Нам нужно идти Пройти километры дорог Ты слышишь вперед Труба зовет И это все делает Бог Во свете Библии Поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами гиблыми В Христе едиными В Христе едиными В Христе едиными Случит все ясней Случит все ясней и ясней И после цескал И в ничего И в месяц станет светлей По свете Библии Библии Поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами гиблыми В Христе едиными В Христе едиными Веденный православный бой На свете Библии Поем об истине Мы путь прокладываем свой Делами гиблыми В Христе едиными В Христе едиными В Христе едиными В Христе 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 Ну вот в этом все. В этом все.